Детский сад номер 53 Сегодня в детском саду ведется огромная методическая работа, немалая часть которой послужила основой для победы в конкурсе «Детский сад года». После августовской конференции в 2012 году, на которой начальник управления образования Александр Тимофеевич Тутачиков обозначил перспективы и основные стратегические направления развития системы образования в своем докладе «Формирование инновационной культуры педагога», мы на своем августовском совещании в детском саду приняли решение провести эту работу по экологическому образованию детей более масштабно. С этой целью была разработана целевая программа детского сада «Экология от А до Я». А когда был объявлен конкурс, то нам ничего не оставалось, как просто подготовить весь свой материал, опыт работы и сдать его на конкурс. Так мы прошли отборочные туры в городе и по результатам областного конкурса вошли в тройку лидеров. Это и неудивительно, ведь экологическая тропа, созданная здесь, целое произведение искусства. Сделали ее совместными усилиями воспитатели и родители детей. Приятный цветочный аромат встречает каждого уже на входе в детский сад. В целом, экотропа составляет 10 точек. Одна из самых увлекательных – станция туристическая. Здесь ребята могут посидеть в настоящей палатке или поиграть в шашки. Вот это что за большие цветы? Подсолнухи. Сюда ко мне идем. Вот что? Помедойки. В веселом огороде ребята вместе с воспитателями ухаживают за овощами, следят за их ростом, изучают строение и, конечно, пробуют на вкус. Внимание заслуживает и эко-точка «Домашнее подворье». На примере этих забавных игрушек дети изучают животных. На миниатюрной пасеке ребята исследуют, сколько цветков опыляет одна пчела. На каждой эко-точке для малышей организована разнообразная трудовая деятельность. Это важно для развития у ребят сенсорики и базовых понятий о природе. Тем более, что этот детский сад сегодня посещают 260 малышей, третий из которых с нарушением зрения.